Глядя на Людмилу Константина, внук Алтанюк, сложно сказать, что перед нами человек такого возраста. В свои 100 она хорошо выглядит, следит за собой, что подтверждает не только внешний вид, но и близкие женщины, и как радушная хозяйка, с удовольствием принимает гостей, которых к ней на такой красивый юбилей приехало немало. Действительно, 100 лет – это очень яркая, очень круглая и очень мудрая дата. Не каждый человек может попасться со всем, что он был свидетелем судьбоносных событий для страны и мира. Непростой была жизнь Людмилы Константиновны. На своем веку она успела повидать и войну, и голод, и разруху, но, несмотря на это, женщина всегда оставалась оптимистом, опорой и поддержкой для близких. Большую часть жизни Людмила Константиновна проработала наставником в школе, после решила для себя открыть новую профессию и трудилась на челочном комбинате. И на каждом рабочем месте ее уважали и ценили, поэтому и сегодня, по возможности, навещают. Наша бабушка очень общительная, у нее весьма много друзей, она дружит со всеми соседями по квартире, по даче. К ней до сих пор приезжают ее ученики, ей звонят, я не знаю, из Минска, из Москвы, из Могилева, из каких-то городов. Уша радуется, но чтобы я все вне ноги, так я пишу. Можно и на танцы еще. Можно и на танцы сходить. Еще один важный ритуал большой встречи – торжественное вручение нового паспорта. Теперь уже можно уверенно получать новую пенсию. С улыбкой заверила она, с Людмилой Константиновной, и с улыбкой добавила, чтобы внуков встречать и угощать. Всего в области таких долгожителей, как Людмила Константиновна, 58. Наиболее возрастная женщина проживает в городе Кужаны, которая уже достигла возраста 107 лет, поэтому, безусловно, данная категория людей нами отслеживается, контролируется. А наша героиня не устает повторять. Жизнелюбие – вот главный секрет долголетия.